С уликом того, какая увага надается социальной сфере у сельской мясцовости с боку старшине облаканкама Геннадия Соловья, можно не сомневаться, реконструкция этой школы будет проведена в вызначенные термины и с высокой якостью. Тем более, что в этом зацикавлены и сами будовники. После взнос участков побудов, узведенных еще в 1951 году и теперь признанных аварийными, на пряцовце распочался монтаж новых подморков. В вынику реализации проекта школа станет больше просторной и утульной. По сути, от второй застанутся только назва и некольки стен. Предусмотрено возведение пристройки к существующему корпусу школы, также реконструкция самой школы, замена всех инженерных сетей, это водоснабжение, отопление, водоотведение, электричество, установка видеонаблюдения. Также предусмотрено благоустройство территории, это озеленение, установка малых форм, площадки для изучения правил дорожного движения. Также будет возведен погреб для хранения овощей и фруктов. На данном объекте используются только самые современные экологические чистые материалы белорусского производства. Школа у Литвиновичах свою историю, отличивая с 1918 года, минавито у гэтый час знакомитый революционер, письменник и педагог Пантеляймон Лепяшинский открыл увезцы первую вопытно-показальную школу «Камуно». Той будынок не захавауся, али сучасная вучня ганараца своими коронями. Правда, пакульяны вымушены займаться у іншей школе, али уже у гэтым годзе планують вернуться у Литвиновичы. На сегодня в учреждении обучается 117 учащихся. Часть из них – это начальная школа с 1 по 4 класс, 48 учащихся обучаются здесь, на базе детского сада. И 71 учащихся подвозятся в населенный пункт, который находится в 14 километрах отсюда, это Октябрёва, Октябрёвскую среднюю школу, двумя автобусами. Мы приобрели специально для этого учреждения в 2017 и 2019 году новые автобусы. Вот ими осуществляется подвоз.